Машину я покупаю за 800 тысяч рублей, и Волчка за 800 тысяч рублей. Цель машину сделать максимально качественную и максимально быстро. Парни, мы начинаем. У этого Хьюстон у нас проблема. Сука! Номер коробки от Волчка нет. Она билась в эту сторону не один раз, а как минимум два или три. С этой стороны тоже, как вы видите, каналы прям все забиты. Просто эмульсия. Вот вам и двигатель из Японии. Друзья, всем привет. Мы начинаем новый эпизод по W124E500. Как видели, в прошлой серии мы разобрали полностью двигатель. Сейчас я хочу его отвести на дефектовку в мотор-технологию. Здесь ребята нам уже перебирали неоднократно мотор, и, скажем так, в них я уверен на все 100%. Хочу вытащить гидрокомпенсаторы из головок. Они мне вроде бы как не нужны. Нужно взять блок, две головки, поршня шатунами, распредвалы и коленвал. Это все промеряют. Если будет нужно, будем все чинить. Блок. Я пока так, а не определился, нужно его ремонтировать или нет. Но многие из вас написали, что, типа, Макс, если начал делать, делай все круто. Поэтому, возможно, я немножко увеличу наш бюджет и все-таки загильзую мотор, чтобы, опять же, у будущего собственника не было вообще никаких вопросов, чтобы у него не было даже мыслей заглянуть в двигатель. Ну все, мы начинаем. Музыка такая играет. Энигма. Друзья, с мотор-технологией вы уже все давным-давно знакомы. У них уже сделали два мотора. Я лично знаю Антона, лично знаю Андрея. Мы с ними созваниваемся. Антон говорит, что мне надо было еще привезти постели, которые я с собой не взял, чтобы здесь все померить. Я что-то не подумал. Ну ладно, если что, мы их отправим на такси, потому что сейчас перед Новым годом какая-то жопа. Мы все наехали 20 с лишним часа. Время у нас пока есть. Машины еще у Жоры. Я думаю, сейчас мы прям к нему и переместимся. Друзья, в предыдущих эпизодах я говорил, что уже у меня эти сидения смотрели, за ними должны были приехать. И вот, наконец-то, за ними приехали. Сейчас мы поторговались, и в итоге я их продал за 240 тысяч рублей. Так что добавляем в мой банк 240 тысяч рублей. Это отличная новость, потому что мы сможем купить еще немного запчастей нам Волчка. Сейчас мы их быстренько отдадим, загрузим. Будем заниматься вот этими вот бамперами. Я купил еще два бампера задней от Волчка. И он, видите, весь целый. То есть у него единственное, что сломано, это вот это вот крепление. Но это крепление я переставлю со своего бампера. Потому что наш бампер весь в ремонтах. Просто весь, 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 весь. Он здесь чинился, здесь чинился. У него тут трещина. Весь кривой и косой. Ну и также я купил передний бампер. Он тоже, конечно, с повреждениями. У него поломана нижняя часть решетки. Но вроде бы как это не проблема. Этим не смогут починить. С внутренней стороны у него довольно ржавое крепление противотуманок. Поэтому сейчас мы будем заниматься переставлением. В общем, сейчас из четырех бамперов будем собирать два наиболее живых. И сегодня же их повезем в юность к жоге, чтобы их смогли примерить на машину. Так как дела по кузову идут полным ходом. Так, сейчас я буду разбирать бампер. Снимаю заднюю накладку. Конечно, у старых бамперов на волчка есть проблема. Все ломается, либо уже было кем-то сломано. Так что сейчас вот я выкручиваю такие вот ржавые саморезы. А я имею вот здесь вот большую кучу полного крепежа. А накладку надо постараться сохранить. Передний бампер мы подготовили. Сняли с него вот эти вот замечательные накладки. Они, по-моему, называются бумеранги. Что-то в этом духе. Видите, они все ржавые и побитые. Вот у меня сейчас их получается есть четыре штуки. Надо выбрать лучшие две и отправить их на перехром. Еще были предложения просто их зачистить, сделать ровными и покрасить в черный цвет. И типа у нас тачка Black Edition. Я пока с этим решением не смирился. Но, возможно, так и поступим. Потому что говорят, что вот эти детали перехромировать стоят либо очень дорого, либо невозможно. Новые я видел по 16 тысяч рублей. Две штуки видел на ВИТО. Может быть, куплю новые. Но вот задние что делать не знаю. Потому что, как вы видите, она просто вся уничтожена. От слова совсем. А вот здесь вообще какая-то жесть, которую я не знаю, как добавлять. В общем, сложностей еще много. Бампера пока везем так. Дальше мы с них обязательно будем снимать все те накладки, которые мы поставили. Вот эти вот все крепления. Мы это все будем отвозить в Aqual Blast. Дальше будем покрывать цинком. Ну, чтобы, в общем, все было как новенькое. Ну, а пока грузим бампера и везем их в юность. Срочная новость. 23 числа, в воскресенье, в 13 часов дня состоится розыгрыш Porsche по номеру GTS. А что те, кто покупал наклейки? А заходите на YouTube. Прямой эфир. Розыгрыш будет проходить в компании DC Tuning. Я вам знаю, что помимо автомобиля мы разыграем три комплекта инструмента GTC. Мы разыграем мой мерч. А также стрижки в моем барбершопе. Ну, и главным призом будет Porsche по номеру GTS, который мы купили и довели до прекрасного состояния. Но я напоминаю, что если вдруг вы не захотите получить машину, вы живете в другом городе, в другой стране, или вам просто нужны деньги, то вместо автомобиля мы вам подарим 2 миллиона рублей. Так что, друзья, в 13.00, 23 числа заходим на YouTube и смотрим стрим. Так, ну что, моим подписчикам интересно. Я просто заезжал уже, показывал, рассказывал в предыдущем ролике, что вы делали. Ну, а друзья, на машине уже стоят крылья. В итоге правое крыло, которое я купил за 40 тысяч рублей, оказалось... Не очень ровным. Оно тупо кривое. Здесь был разрыв, и еще оно винтом было, и его не могли поставить. Но вроде бы как справились. Морды, я смотрю, все, увы, вытянули. Помните, друзья, у нас не совпадали жутко вот эти места, сейчас совпадают. Ребята накинули бампер, который у них был в сервисе. Также и фары накинули 124-го. Капот вчера привезли мы. Я попросил оператора съездить купить капот за 10 тысяч рублей. Но этот капот за 10 тысяч рублей мы выкидываем на помойку, потому что он, а, гнилой, б, весь мятый. Так что я сейчас буду заниматься поисками целого капота. Надеюсь, что получится. Ну, и здесь я вижу очень много сварных историй. В итоге машина билась неоднократно. Билась и в эту сторону, да, и в эту сторону. В эту сторону слегка сюда был такой нормальный удар. Важерон сильно не пострадал, так слегка чуть-чуть. Ну, вот больше вот я вижу вот этот пострадал, брызговик. Да, поверхность и удар был. Это ты уже на место приварил. Да, уже все ровно. А вон там ты что варил? А, это как раз эти те самые трещины, да. Ну, я так усиленно заварил там. Здесь видно, что здесь этого удара не было. Туда был удар чуть-чуть. Ну, и из косяков еще то, что сливы были забиты. Здесь лежал вот такой слой земли. Сейчас здесь все ржавое. И тоже надо будет думать, что с этим делать. Либо пытаться убрать ржавчину и просто ее заделать, либо уже по полной все это разбирать, заваривать. Все в том духе. Я попросил ребят, чтобы они это посчитали. Насколько это увеличит бюджет ремонта этого автомобиля. В итоге наш ремонт не реставрация, а может превратиться почти в реставрацию. Потому что вот, ну, объективно, это правда. Начинаешь делать, ну, и как бы сейчас сделаем дища, все сделаем по внешке, а я вот буду знать, что там что-то не очень. И типа это не очень. И уже думаешь, блин, надо заработать еще пару сотен тысяч рублей, чтобы было очень. Потому что машина такая должна быть конфеткой. Правильно говорю? Так, ну что, давай закроем капот. Покажем, как что выглядит. Отпускай. Ну что, вид имеет. Накладки эти я не стал ставить, потому что они крашены, их подгонять было немножко опасно. Да, не надо было. А я вообще не понимаю, будут они у меня стоять или нет, на самом деле. Ну, они у всех стоят. Просто. У меня моторчик. У меня моторчик. Нет, я имею в виду с дыркой или без дырки. Да, без дырок. Блин, а это бампер прям живой. Где вы такой взяли? Ну, у нас машина была живая, просто она была не в том цвете. Хозяин решил сделать в оригинал. Ну, он прям целенький, новенький как будто. Да, у меня нет никаких ударов, ничего. Да. Ну, хотя на нашем бампере он тоже вроде бы весь целый, но решетки будут ремонтные. Смотри, думаю, что нужно купить еще. Еще сейчас мы обсуждали. Нужно купить петли, потому что капот там все равно как следует не садится, на него надо нажимать. Видимо, придется их покупать тоже с японской машины, потому что они, как правило, менее изношенные. По геометрии у нас все ок. Как, опять же, уже говорили, уже совсем скоро. То есть, завтра мы все-таки добудем нормальный капот, а не этот, который мы купили за десятку. И по факту можно их вычеркнуть из бюджета, потому что это деньги на свалку. Также мне должны сегодня привезти другую крышку багажника. Как вы помните, я говорил, что буду делать машину по Вину в правильный вид. Это дорест будет. Хотя многие из вас пишут, Макс, типа, оставь рест и круче смотрится. Но, друзья, они почти все в рестайлинге, а мне, ну, действительно нравится, когда машина выглядит аутентично. Это и шарма добавляет. И плюс найти дорестовый Е500 фактически невозможно, потому что они все переделаны под рестайлинг. Я все-таки купил уже дорестовые фары, как вы видели в предыдущем эпизоде. Ну, и я думаю, что надо эту линию гнуть до конца. В общем, мы на сегодня закругляемся. Надеюсь, что бампера, которые я купил и привез, хорошо встанут, и максимум нам придется их, ну, передней просто отремонтировать, а задней вроде бы как ремонтировать не надо. Мне предстоит еще огромный поиск разных всяких мелочей. Я надеюсь, что вам интересно наблюдать за процессом установления такой машины. Потому что, ну, для меня, как я опять же уже говорил, это каждый раз, как будто я ищу клад, и когда я его нахожу, я очень сильно этому радуюсь. Часто огорчаюсь, как вот получилось с левым крылом, с ней с правым вроде бы крутое крыло, за 40 тысяч рублей все дела, здорово, мы сэкономили. По факту оно кривое, его еще сейчас нужно делать, ремонтировать, крутить, вертеть и так далее. Но я не унываю, у нас, как обычно, все получится. Завтра уже будут примерять другой гопат, доделать мелочи, ну, и ставить машину на подъемник. И, как мы обещали, будем снимать всю подвеску, чтобы сделать днище на этой машине, как вон на той BMW M3. На этой машине, то есть, абсолютно вся подвеска разбиралась, днище зачищалась, сочилась, покрывалась новым герметиком, окрашивалась цвет кузова. А вот эти все-все-все детали, включая болты, подвергались чистке аквабластом и дальше их красили, либо покрывали различными составами. Но выглядит очень круто. Надеюсь, что у нас получится не хуже. Но, а мы поехали пока домой. Друзья, привет, как дела? Сегодня вы с нами в компании Мотор Технология и смотрите, как очередные детали Максима пытаются превратиться в классный восстановленный автомобиль. По традиции начинается все с мойки, в большой моечной машине. Для чего это нужно? Все отмываем, чтобы видеть все дефекты. Здравствуйте, меня зовут Двитрий, я начальник моющего участка. И мы сейчас вот буквально недавно засунули блок цилиндров в большую мойку. Она цитрифужная мойка. В принципе, она уже промылась 17 минут вместе с распредвалом и коленечным валом. Мы сейчас пока ее отключим, чтобы пена отошла все, чтобы потом сделать спокойную продувку и отдать сухую деталь на дальнейшей разработке. А пока пойдемте, возьмем с маленькой мойки. У нас это тоже центрифужная мойка. В принципе, никаких нанотехнологий нету. Все очень просто. После помывки деталей, в принципе, рассматриваем ее, смотрим, чтобы она была более менее чистая и берем пистолет воздушный, продуваем. Потом распредвалы, они все идеально чистые. Его сейчас продуваем от излишки жидкости и обрабатываем ВД-40. Чтоб не заржавел. Так как не совсем все хорошо вымылось, потому что это мойка грубой очистки, грубо говоря, она там сбивает всю гадость. А чтобы хорошо все вот это вымыть, это надо будет закидывать ее в маленькую, а после уже убирать в ультразвуковую, чтобы было вообще все идеально. Кельневал, по факту, самый простой, то, что здесь можно помыть, потому что на нем в основном так прямо очень много грязи нету, а продувать надо вот канальчики продул и больше ничего не будет. Все, и в принципе, дальше отправляем в работу. Те, кто внимательно следит за выпуском Максима, уже знают, что это за стенд для прессовки деталей двигателя. Здесь мы будем проверять рубашки охлаждения головок блоков цилиндров на наличие трещин и микротрещин. Имитируем температуру нагрева до 74 градусов и подаем давление внутрь детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Наш блок цилиндров отмылся, остыл, и теперь мы можем провести замер диаметра цилиндров и поршней к нему, посмотреть зазоры, деформацию цилиндров и всех геометрических параметров основных вазы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы увидели уже ранее, мы разобрали головки, рассухарили клапана, и теперь можем произвести все основные геометрические замеры износов втулок, деформацию стебля клапана, его биения и всех основных параметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это стенд для проверки коленчных волок на микротрещины, методом электромагнитной дефитоскопии. Здесь выявляем все трещины, если такое имеется, если нет, дальше ставим вал на призмы, смотрим биение, измеряем шейки. Если шейки в допуске, полируем, если нет, то шлифуем ремонтный размер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После всех замеров убедились, что вал в полном порядке и его нужно отполировать, что мы сейчас и продемонстрируем, как это происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, Женька, ну ты прям смущаешь всех моих подписчиков. В общем, друзья, мы возобновляем конкурс по бесплатной стрижке у меня в барбершопе. Тот, кто оставит комментарий, который наберет больше всех лайков, подстрижется у меня в барбершопе совершенно бесплатно. Это вот Евгений, наш топовый мастер. Если вы просто приезжаете ко мне, советую ее, она прям топчик. Ну и также у нас есть еще пять отличных мастеров. Сергей, Миша, Майкл и Валентина, и Рома, Коп и Серега. В общем, отличные мастера. Друзья, жду вас у всех в барбершопе. У нас тут отличный бар для наших гостей. В общем, приезжайте, буду вас ждать. Ну и пишите ваш коммент, который наберет больше всех лайков. А ты как Новый год провел? Не привыкся. Или ты работал с второго числа? я работал с третьего. Друзья, ну что, снова здрасте. Прошли новогодние праздники и вас с прошедшим Новым годом, Рождеством. Надеюсь, что вы отдохнули. Я лично съездил в Дубай. Не знаю, видно, что у меня цвет лица поменялся. Нет, нет, это я загорелый. Друзья, я снял там серию, потому что ездил не только отдыхать, но и работать. Даже кое-что купил на вот этого волчка. Но об этом вы узнаете буквально на следующей неделе. И сегодня мы приехали посмотреть, что сделали ребята. Артур, как я понял, как будто бы не отдыхал, а только работал, потому что когда перед Новым годом мы заезжали, увидели, что машина была еще на подвеске, и мы только привезли запчасти. Но сейчас запчасти уже стоят на тачке. Я вижу, стоит мой бампер, кстати, как он встал. Нормально. Он чуть-чуть здесь заформирован, потому что лежал неправильно где-то. Слушай, а я смотрю, вот здесь есть какое-то крепление. Как будто бы он к чему-то... На том было, и здесь нет. Хотя, возможно, отсюда что-то должно идти. Какая-то палочка. Наверное, да. Ну, в общем, бампер в целом хороший, как я показывал, он не битый. Есть только вот эта дырка и вот эта. Блин, ну это как-то надо будет придумывать очень, да? Придумывать. Согрение, вырунили, и это, конечно, если будет, он его будет держать. Отлично. По низу, я думаю, что мы... Чуть новая вылезла или нет? Совсем новая, то я увидел вот эту дырку, амортизатор пробил. Да, но я это увидел в гараже и просто ребятам про это не говорил. Я увидел, да. Но это, это несложно, это меняется? Надо будет покупать внутренний, там усилитель. Или новый он продается? Тач, я понял. Если есть новый, то новый, если нет, то изготовим. Понял. Ну там, да, тупо пластинка-усилитель. Ну а так по низу, смотрите, друзья, ребята сделали нам тележку, чтобы мы смогли машину выкатить и полностью от песка стоит днища. Вот я сейчас веду переговоры по поводу того, кто и в какие сроки это сделает, потому что сроки для нас очень важная деталь. Я вот здесь увидел еще дырку, которой вроде бы тогда не было. Но я думаю, что сейчас после пескоструй тут еще что-то может появиться. Одна-две дырки, не больше. Ну и по переду, Артур, смотрите, что здесь сделано. Это ты все тянул, стучал, да, и так далее. Да, там все в порядке уже. То есть у нас вот здесь был залом, у нас вот здесь был залом, у нас здесь был кронштейн кривой, там был залом. Но я думаю, что после пескоструй это все будет выглядеть одинаково, и мы все это обработаем, и в целом тут все будет как новенькое. Вот это место меня тоже беспокоит, но Артур меня уверяет, что это не проблема, все будет красиво. Так, ну что, давай опустим тачку, посмотрим, как сел бампер. Фары, друзья, вы многие писали, что фары дорестайлинговые, а капот рестайлинговый. Друзья, это не так, мы уже купили другой капот. В общем, капот было тоже найти непросто. Я сначала отправил с Гошу купить капот. Мы купили капот за 10 тысяч рублей. В итоге он оказался и гнилой, и кривой. Но я понял, что он в запчастях экономить не стоит, и все-таки мы делаем действительно достойный аппарат. Поэтому я позвонил в Motor City, у ребят хорошие запчасти с японских машин, и, собственно говоря, мы купили капот в идеале. Также вот на тачке уже стоят мои фары. Поворотники у нас будут другие рыжего цвета, но сейчас это все было нужно для того, чтобы машине выставить идеальные зазоры. Также я вижу, здесь уже стоят новые болтики, и закладные, которые я покупал. Выглядит прикольно. Слушай, а здесь что-то это то, что на ту шпаклевке. Здесь было неправильно, здесь было ровно. А у нее должна быть такая форма, видишь? Да. То есть это кто-то колхозного чинил. Да, и когда эта ямка должна быть, вот этот переход. Да. Это я сделал потом. Офигеть, смотрите, сколько тут шпаклевки, да, суть по всему. Люди не знали, просто сделали. Да, здесь у нас тоже все круто. Вот эту пластинку, я так понимаю, это отрезал и вытягивал. Здесь все по праву. Слушай, он выглядит очень прилично. Хочется это сейчас все почистить и сразу покрасить. И будет, ну, в общем, реально будет как новое. Давай закроем капот, посмотрим, как что выглядит. Левое крыло, да? Вообще с ней ничего не делали, оно все идеально. Очень хорошо. Ну, а на правом колле мы сэкономили ездили за ним втулу и в итоге его все переделывали. Здесь какой-то касательный удар был сверху. Я погнула вниз, она стала колоратной. Должна круглой быть, но опустилась. Ее зашпаклевали, дали форму. Я поглевку убрал, постучал, но надо еще чуть-чуть. В общем, зазор здесь тоже идеальный. В общем, все, все, все круто. Так, ну что, остается дело за малым. Начать и кончить, как говорится. Ешкин такой, а также все тоже надо будет восстанавливать. Друзья, посмотрите, сколько болтов мне придется отребилдить и сделать их новенькими. Немаленькая кучка. Поскольку делаем все грамотно, все эти детали я отвезу в аквабласт. Мы их заново покроем. Ну, какие-то покрасим, какие-то покроем. Сынкой все будет выглядеть вот так. Ой, я, конечно, предвкушаю красоту. Не было бы только тв-тв-тв. У нас больше никаких приключений. Держи. Также у нас большая кучка запчастей. Это задний подрамник, редуктор, передние цапфы, пружины. Это что-то поворотное. В общем, эти детали я также заберу в аквабласт. Мы их отмоем, покрасим, чтобы, в общем, машина реально понизу была как новенькая. Мотор у нас уже в мотортехнологии его все делают. Про него мы расскажем в следующей серии. Ну и планов у нас довольно много. Сейчас еще я заказал переднее лобовое стекло. Его я тоже взял в Моторсити. Оно бушное, но с маленьким пробегом замечательное. И также заказал новые резинки дверей и молдинг-багажник. Но они как только приедут, я им их сразу покажу. В общем, друзья, Артур и в салоне навел порядок. Он уже, видите, тут все очистил и отмыл. Но здесь вообще все неплохо выглядит. А вот здесь вот дырка. Как будто кто-то ткнул. Что-то случилось? Ну, в общем, работа еще не початый край. У меня взрывается голова от количества вообще звонков в день и поиска запчастей. Потому что, ну, не найти тупо ничего. Благо, вот я говорю, появились ребята, которые помогают хотя бы сервисам и делают все очень-очень четко. В общем, из крупногабаритного мне осталось разобраться только с коробкой. Так как, ну, у нас ее тупо нет, она не та. И надо искать правильную коробку и ее перебирать. И, кстати говоря, если из вас кто-то ремонтирует коробки либо знает место, где классно сделают коробку на стоянном Мерседес, буду очень признателен, если напишите в комментариях. Также у нас есть еще одна новость. Я купил еще одного Волчка и еще один 140-го Мерседес. Об этом вы тоже узнаете уже буквально на следующей неделе. В общем, поскольку, ну, довольно круто получилось с машинами из Армении, со 124-м, с 140-м, машины действительно оказались достойные и мы их очень быстро продали. Удалось немного заработать и вот мы купили уже кучу запчастей. В общем, я решил еще попробовать рискнуть и привезти достойные тачки. Ну, а те, кто подписан на мой Инстаграм уже в курсе и видели эти машины у меня в сториз, так что, друзья, подписывайтесь на мой Инст. Там я выкладываю все немного раньше, ну, и также машины, когда поступят в продажу, я их выставлю у нас в Гараж Карс, поэтому тоже подписывайтесь и следите за новостями. На заднем фоне стоит W140, по-моему, он называется Evolution, и про него много писал комментов, типа, Макс, сними про него обзор. Друзья, я обязательно спрошу у Жоры, можно ли его показать, не будет ли против владелец, но машина действительно крутая, и я последние вот сколько месяцев увлек... ну, как увлекаюсь, я стал заниматься мерседесами, так получилось, что я их уже несколько штук купил, несколько штук продал и стал в них действительно более досконально разбираться. Мне очень захотелось купить 190, именно 190, и сделать из него что-то типа того. Если этот контент вам будет заходить, и вам будет интересно вообще, как это делается, и в какие деньги это обходится, так же пишите ваши комменты. Ну, а сейчас пока все, я пойду вести переговоры насчет запчастей, и мы ждем запчасти из Мотор Сити, чтобы нам привезли лабаж и мелкие детали, про которые я вам говорил несколько минут назад. Так, ну что, машину сняли с подъемника, видите, она у нас теперь закрыла, она не надо, что-то я кашу мало ел. Ну, в общем, все, машина полностью готова, пескоструила, сегодня мы ее уже не увезем, завтра я вызову элакуатор, мы ее загоним и отвезем на полный пескострую днища, лонжеронов, в общем, чтобы все было чики-пуки. Ну, а сейчас, как вы видите, внешне у нас уже все классно, все зазоры на местах, в общем, все сделано. Большое спасибо Жоре, Артуру и вообще юности за то, что помогает мне в реализации моих проектов и все делает очень качественно. Клево, что здесь работают мастера из старой школы, которые знают все нюансы и тонкости по реставрации и восстановлению старых машин. Ну, что, друзья, в следующем эпизоде вы увидите, как мы пескоструем в днище этого автомобиля, как мы занимаемся двигателем. Ну, в общем, еще много-много-много интересного вас ждет впереди. Ну, и также, как я уже и говорил, я купил еще две машины, но об этом вы знаете в следующей серии. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok